1 июня у отделения пенсионного фонда выстроилась длинная очередь. В основном это люди, которым на сайте госуслуг было рекомендовано обратиться в пенсионный фонд в связи с проведением проверки документов по заявлению на выплату единовременного пособия в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Многие уже 1 июня получили обещанные деньги, но немало оказалось и тех, кому в выплате было отказано. Одно из оснований не пройдена проверка сведений о ребенке по данным реестра ЗАГС. Ну вот прислали смс, нужно сверить документы, что-то там у них не совпадает. В электронном виде все подали вроде правильно, а не совпадает у них. Мне позвонили на прошлой неделе вообще из какого-то другого города, из пенсионного фонда другого города и сказали, что какая-то ошибка, которую они мне не могут сказать, произошла при оформлении заявления. Подойдите по месту жительства в пенсионный фонд. Говорят, не задерживайте с этим вопросом и со всеми документами подойдите сюда. Вот пришла, стою, жду. Люди стоят с утра, по списку 90 с чем-то человек, а по факту только 30-й зашел, но здесь нет 90, вы же сами видите. Я в электронной записи на сайте записывалась на 13-15, да. То есть я уже час стою и у них два списка. Один, те, кто записывался на сайте, другой, кто в живой очереди. Но они как-то рандомно вызывают, непонятно как, не объясняют, что человек. Руководство пенсионного фонда в избежание большого скопления людей рекомендует воспользоваться предварительной электронной записью через сайт пенсионного фонда или МФЦ. Напоминаем, что заявление можно подать до 1 октября 2020 года.